Всем привет, дамы и господа! Сегодня у нас 18 февраля 2024 года, и в этом видео я хочу поделиться с вами супер-мега-гипер-новостью, которая имеет огромное значение. Я думаю, каждый из вас знает, что главной целью за прошедшие годы в моей медийной деятельности было получение статуса партнера Twitch. У меня даже вот в описании под стримом написано «Моя главная цель – это получение партнерки на Twitch». И вот каждый, кто заходил явно ко мне на Twitch-канал, это все видел, знает, и об этом всегда и на стримах я говорю. И сегодня это стало наконец-то возможно. Вот, перехожу во вкладку «Достижения», пришло уведомление. Давайте будем партнерами. Получено провести трансляцию в 12 разных дней, 25 часов трансляции и среднее число зрителей 75. Первые два условия выполнил еще 10 лет назад. Это вообще ничего не стоит. А вот достигнуть среднего числа зрителей за месяц 75 – это ой, как сложно. И вчера, и сегодня, наконец-то, это стало выполнено. Давайте посмотрим, сколько у меня в среднем зрителей за этот период. Потому что здесь, видите, не отображается. Поэтому я зайду в аналитику. В аналитике вот здесь, вот видите, с 20 января по 18 февраля 81 зритель в среднем. Даже больше, чем нужно. Но уведомление пришло почему-то только сейчас. Ну да ладно, пусть будет так. Я очень, конечно, рад этому. И мы с Миленой уже начали формировать заявку. Да, нужно подать заявку. Если бы можно было просто «Получить», да, нажать «Получить», было бы намного лучше. Но здесь могут еще и не одобрить, и партнерку не дать. Поэтому я формирую заявочку, пишу тут текст с описанием. Справа тут указан небольшой инструктаж. Расскажите о достижениях, расскажите подробнее о вашем канале. И прикрепите ссылки на другие соцсети, если у вас большая аудитория, да. Я даже прикрепил на свой YouTube канал, хоть там и в три раза меньше фолловеров, чем на Twitch. Итак, вот первый пункт, который меня заинтересовал особо, это категория. Категория игры или творчество. Можно выбрать только из двух вариантов. Вот на самом деле сейчас, вот на данном этапе развития моих стримов, да, я бы не выбирал даже игры. Потому что именно партнерку я получил далеко не за счет игр, а вот за счет ремонта, переезда и джуз-чаттинга. Но альтернатива – это творчество. Совсем уж, как мне кажется, не подходит для меня. Вот творчество, в моем понимании, это, например, рисование картин на стриме. Это музыка, да, играние на гитаре, там, музыкальные концерты в прямом эфире. Это там выжигание под дерево или, я не знаю, что еще, собирание пивных бутылок, коллекционирование на стриме. Вот это скорее было бы для меня творчеством. Но здесь такого, здесь нет варианта как бы лайфстайл, поэтому я решил оставить игры. Потому что у меня вся аудитория начальная построена на игровом контенте, вообще вот весь мой стрим начинался на игровом контенте. Ну, это вот как раз я решил все прописать и рассказать вот здесь вот в разделе подробнее. Страна заявителя, Россия, язык русский. Я тут решил ничего не врать, потому что я думаю, если что-то другое ставить с целью получить более выгодное положение, они это сразу распознают, поймут, что ты врешь и никогда тебе партнерку не дадут. Вот, значит, фамилия и имя понятно. И вот здесь вот я уже написал текстик, который намереваюсь отправить. Не знаю, можете в комментариях написать, как вам кажется, что это оптимально. Нет, вот кто, может быть, партнер Twitch, посмотрит мое видео, может быть, скажет, что я не так написал или так. Но я написал все как есть. Здравствуйте. Спасибо, что позволили подать заявку на участие в партнерской программе Twitch. Я долго шел к этой цели. Я начал проводить трансляции на регулярной основе довольно давно, а именно летом 2019 года. Тогда же я смог выбрать основную направленность своих стримов, а именно скоростные прохождения игр. За пару лет стримов я смог установить несколько мировых рекордов в популярных играх, что позволило мне набрать свою первую аудиторию и стать фуллтайм-стримером без нужды в дополнительной работе. Также был сделан разбор моего рекорда, который набрал на ютубе более полутора миллионов просмотров. Да, приложил ссылку на видео на реце. Как ни крути, надо пользоваться всеми козырями. С тех пор многое изменилось, но приверженность спидранам продолжает проходить лейтмотивом через мои прямые эфиры. И все же со временем я начал понимать, что не стоит класть все яйца в одну корзину, и начал экспериментировать с другими форматами. Кулинария, еда и напитки, спорт, прогулки на улице, домашние дела, оценка видеороликов и простые прохождения игр. Тем самым на своих трансляциях я стал совмещать игровые и общечеловеческие бытовые темы, увеличивая лояльность зрителей и привлекая новый, более широкий пласт аудитории. Сейчас мой стрим представляет из себя демонстрацию моей стремительно развивающейся жизни, что больше подходит под формат лайфстайл, и дальше я планирую сочетать игровой контент вместе с развлечениями in real life. Я хочу быть профессиональным стримером на протяжении всей своей жизни и посвятить себя работе на Twitch в роли контентмейкера, поэтому я с полной уверенностью подаю эту заявку и буду рад получить ответ. Также я имею YouTube канал, на который я выкладываю видеоблоги о жизни, обзоры, некие обучающие игровые видео. Безусловно, мой YouTube канал развивается значительно медленнее Twitch канала, поэтому я фокусирую сильно на проведении прямых трансляций на Twitch. Ссылка на мой YouTube, ту-ду-ду, инвайв. С уважением, инвайв. Вот такой вот текст, мне кажется, всеобъемлющий, подробный и хороший, интересный. Сейчас мы нажмем «Подать заявку». Заявка отправлена. Благодарим вас за решение стать партнером Twitch. Ваша заявка на рассмотрение. Ну что ж, когда заявка будет рассмотрена, я запишу, наверное, еще одно видео с результатом и со своими ощущениями. Если откажут, то откажут. Если примут, то будет радостное праздничное видео. Если примут заявку, то будет праздничный месяц. Мы будем отмечать получение партнерства на Twitch. Будет горы водки, море тортов и всего-всего. Будет просто будем праздновать целый месяц. Каждый день будет праздником. Вот такой вот план. И хочу даже сказать, что не само получение партнерки для меня именно супер важно, а скорее отправка заявки. Потому что вот отправка заявки это вот такая вот грань, такая вот планка, которую я не мог перепрыгнуть. Вот эти 75 в среднем я не мог перепрыгнуть в течение 5 лет. 4,5 лет получается. В течение 4,5 лет я не мог перейти вот эту вот планку 75 в среднем за месяц. И даже если я не получу партнерку по каким-то там причинам, которые Twitch себе надумает, я знаю для себя, что вот я уже все абсолютно полностью заслуженный партнер. Вот для себя я главное, что партнер на 100%. И вот для меня главное было, что вот в статистике я смог все-таки этот уровень перейти. Вот. И поэтому отправка заявки для меня уже это супер удовлетворение. И может быть даже больше радости я испытываю сейчас от отправки заявки, от того, что это стало доступно, что все выполнили условия, чем даже от получения, если оно произойдет. Но если оно произойдет, конечно, это будет вообще, это помножится. Радость помножится на радость. И вот это будет ого-го. Вот. Такое вот небольшое видео. Собственно, рассказал свои чувства. Заявка отправлена. Больше тут делать-то и нечего. Больше рассказывать-то и нечего. А мы идем завтракать. Бутербродики с сыром. Вкуснотища и чаек. Всем пока. С того, как я закончил записывать видео, Милена еще сказала, ты же даже не поблагодарил всех своих зрителей за то, что они позволили тебе получить эту партнерку. Да, господа? Как бы, хоть я здесь и являюсь стримером, но это все не было бы возможно без поддержки всех тех, кто всегда заходил, всегда поддерживал, писал и, безусловно, поддерживал и платными сообщениями, потому что без этого тоже никуда. В общем, огромное спасибо вам всем, кто смотрел стримы и кто именно ради партнерки там держал открытой вкладку. Ну, хотя, лучше бы вы стрим смотрели активно, чем пассивно. Ну, все, ладно. Все, всем пока.